Он должен не бояться говорить, что он не знает чего-то. Это самое первое, что приходит в голову. Учитель не может знать все. Никто не может знать все. Талантливый ребенок всегда может задать вопрос учителю, о котором он никогда даже не задумывался. Я в этом случае говорю, опа, спасибо, это крутой вопрос. Я просто реально не могу сейчас ничего сказать, вот честно. Я посмотрю там в интернете, посмотрю, сам подумаю, я вам отвечу. Когда-нибудь отвечу. Иногда я прихожу и говорю, вы знаете, как бы я, может, и отвечу еще когда-нибудь, но очень нескоро. Этот вопрос оказался очень сложным для меня. Надо честно, честно, с детьми надо быть честным. Не нужно делать вид, что ты какой-то там гуру, который знает все. Ты человек, который что-то знает про свою область и готов поделиться этим с детьми. Но вообще преподаватель не должен быстро выходить из себя. То есть бывает такое, что тупость запредельная. Но нужно все равно улыбаться. То есть нужно улыбаться, нужно верить, что может быть у человека там где-то, у ребенка особенно, да, маленького, может, какие-то рычаги могут не срабатывать. Вот они вот сработают, и он начнет понимать. Это может быть очень нескоро. Поэтому, ну, какой-то вот хороший учитель не быстро выходит из себя. Может быть, выходит иногда, но не быстро. Все равно, конечно, все люди. Но хамство терпеть нельзя. То есть если на уроке вместо непонимания и просто плохого поведения, ну, связанного с их возрастом, возникает хамство, сразу выгонять. То есть здесь как бы тут двух мнений нет. На самом деле я плохой учитель в этом плане. Мне нужен сервер. Я вот начал, когда эту программу, 100 уроков математики в филипповской школе, первые уроки срывались. Я не мог следить за дисциплиной вообще. Я пришел к Мише и сказал, слушай, ну, прости, я как бы, ну, да, я считаю, что я плохой учитель. Либо пришли медсербера. И он присылал. После этого каждый раз он приводил человека, который следил за дисциплиной, а я уже за математикой. Так в царское время было. Царь был не глупый человек, правда ведь? В царское время были эти самые классные дамы всякие. В этом ничего нет зазорного. Если ты не умеешь держать дисциплину, так и скажи. Я хороший учитель, но вот в этом, в этом аспекте я плохой учитель. Дайте мне, пожалуйста, кого-то, кто будет за дисциплиной следить. Я, например, не умею.